Единая, одна единая, моя ты родная Украина Ты родная мать Украина Ты родная, моя ты родная, моя ты родная Окей, моя ты родная Продолжение следует... 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 местных советов на листах. И наша районная партийная организация за это время увеличилась и насчитывает более трех тысяч коммунистов. Слово, посвященное открытию офиса, объявляется открытым. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Яргачевской райгосадминистрации, создателю нашей партии в районе Анатолию Николаевичу Луханину. Спасибо большое, уважаемые гости, дорогие земляки, единомышленники, однопартийцы. Снова на Яргачевщине праздник. Праздник трудовой. Сегодня мы открываем очередной офис нашей с вами родной партии. Действительно, 10 лет назад, создавая в районе партию, зная, кто стоит у истоков, в то время был Николай Иванович Азаров, я его знал по непосредственной работе, я понял, что это серьезно и надолго. Так это и получилось. Были взлеты, Лариса Михайловна говорила, были падения, были гнения. 6 лет назад мы с вами говорили, Янукович наш президент, он стал им. Мы с вами сегодня говорим о том, что Украине быть сильным, мощным, счастливым государством. Так и будет, потому что с нами молодежь. Потому что с нами в одном кулаке все органы власти Диргачевщины. Это и глава администрации Владимир Михайлович Катсуба, который руководит на сегодняшний момент районной партийной организацией. И я рад всем вам передать от него привет. С нами представители всех местных советов, с нами руководители основных организаций Диргачевщин. Мне очень хочется, чтобы вот это вот количество, три с половиной тысячи, разрослось до тридцати пяти. Чтобы мы с вами вместе в этом году победили на выборах в местные советы. Чтобы вот таким консолидированным кулаком мы строили счастливое будущее для Диргачевцев. С праздником вас! С очередной победой! Спасибо! Я однопартийцы Диргачевцы. Мне сегодня приятно находиться в Диргачевском районе на таком торжественном мероприятии, посвященном открытию общественной приемной партии региона. На выборах президента Украины партия и ее лидер доказали, что то, что делается, то, что запланировано в программе Виктора Федоровича Януковича, Украина для людей, это будет сделать. Я хотел бы всех вас приветствовать всеми подеями, побажать вам и вашим родинам добра, здоровья, веры, надеи, любови и всех гораздей, которые ждут нас на нашем житовом шляху. Хай вам всем счастливее! ...поколение украинцев в независимости и достижение личного успеха каждым гражданинам. С праздником! Спасибо! Я думаю, что мы право это предоставим Анатолию Николаевичу Луханину, потому что мы уже в который раз говорим, что он работал самый первый над созданием нашей районной организации и мэру нашего города и председателю городской партийной организации Александру Васильевичу Лисинскому. Пожалуйста! Музыка Я думаю, что Господь помог организовать вам, и эти добрые люди, что действительно прекрасно это, что в районе что-нибудь создается, что не ломается, а строится, 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 реставрируется, ремонтуется. А я смотрю, что это здание, которое было раньше внутри, невероятно так было, как сейчас. Хоть может быть много, но помогли, сделали. Есть еще одна организация. Я слышал эти слова, это правильные слова, когда сказали, что есть еще новые рабочие места. А что на сегодняшний день важно? На сегодняшний день важно, чтобы у человека была душа чистая, дух бодр и крепкий, и дорогий, чтобы плоть была сита. А все мы живем на этой земле и просим Бога, чтобы Господь дарил, дай хлеб наш на сушник, дай нам днес, чтобы Господь дарил хлеб, а хлеб, раз мы будем зарабатывать, Господь будет и даровать нам. Так дорогие сынки, дозвольте еще раз поздоровить вас с этим святом, побажать вам здоровья, счастья, удачи, милостей Бога, трудиться по славу Божию и по славу своего народа, для этого, который Господь учил вам в руки. Потому что власть, дорогие, это не берется, а власть дается Богу. Господь дал эту власть, и Господь за эту власть спрашиваю каждого из нас, как мы ведемся с народом, что мы делаем для народа, и будем отвечать не только перед нами, но и перед нами. Хай Господь укрепляйте вас в вере, надежде, в любви, Божией допомоги, творите добрые дела, которые вы творите. Спасибо, Господь.